Никакие достижения в прошлом не гарантируют достижения в будущем. Но если можешь не строить, то не строить. Для неинтересный бизнес это ксюмарон. У вас 165-метровая яхта стоит, да, в Антибе? Нет, не стоит. Типа Boeing Business Z стоит во Внуково? Нет, не стоит. У вас очень все плохо. Ну, из всего надо вырастать, как бы, знаете, из любых, так сказать, этих ранних убеждений, взглядов и прочего. Конечно, хороший продукт тянет так, что все остальное, как бы, и не поспевает. Продолжение следует... Здравствуйте, я Андрей Мовчан в программе совместно с российским домом Forbes, которая называется Forbes Capital. Я 30 лет занимаюсь инвестициями и, к сожалению, знаю про инвестиции далеко не все. Поэтому мы решили пригласить нашу программу ведущих бизнесменов, крупных специалистов и профессионалов этого рынка, которые поделятся своими секретами инвестирования, расскажут о своей истории инвестиций. Мы будем разговаривать с ними о том, как они принимали решения и что из этого получалось на этом рынке. Возможно, это может дать хорошие уроки для тех, кто собирается инвестировать, заводить свой бизнес, строить те или иные отношения на экономических рынках в этой стране и за рубежом. Сегодня мы встречаемся с Дмитрием Костыгином. Дмитрий перед встречей скромно назвал себя частным инвестором и просил так его и представлять. Статус частного инвестора не помешал ему, однако, оказаться в списке Forbes и создать достаточно много своих бизнесов в России и сделать еще больше своих инвестиций. Дмитрий, еще раз добрый день. Здравствуйте. А может быть, мы с этого и начнем? Вы называете себя частным инвестором. Что это для вас значит? Ну, достаточно много встреч и обсуждений, какие проекты есть у друзей, товарищей, знакомых и в каких из них я могу поучаствовать так или иначе. Поэтому я еще со школьных лет достаточно активно искал проекты и до сих пор активно ищу. А что было первым проектом, вспомните? Самый первый, наверное, я, к сожалению, матушка умерла в восьмом классе и я распродавал одежду ненавистную у меня, купленную родителями. Наверное, у всех такая была, которая там кололась или не нравилась. И я ее, в общем, начал продавать тогда на заре перестройки Горбачевска. Это был 87-88 год. Что-то у меня отняли на рынке, что-то, в принципе, неплохо продал. А дальше? Дальше покупал в Нижнем Новгороде фотографии групп, в частности, музыкальных, и продавал у себя в Разомасе. Так это все было не очень великие деньги, но по два рубля покупаешь, по три продаешь. Что-то такое. Интересно, а помните вы в то время, были ли у вас какие-то стратегические мысли? Вот пройдет пять лет, десять, что из этого вырастет? Или это просто была возможность заработать, а вы думали о чем-то другом? В школе точно не было никаких таких долгосрочных. Так вот что-то подзаработал сегодня, не слава богу. А вот уже когда в Академию поступил, где-то на первом курсе, на втором попалась мне книжка. Тогда, по-моему, Time Management, практически одна, наверное, из первых была издана. Она это 88-89 год. Или что-то такое немецкое, по-моему, это был перевод с немецкого. Я так думаю, ну вот так зажмурюсь, замахнусь, так сказать, на это самое, что там в перспективе. Ну и там что-то двухкомнатное в Питере где-нибудь на гражданке. Пятерка ВАЗ-210507. Какие-то сбережения, кандидатская обязательно там присутствовала. А какие-то были годы? В 89-90. В 89-м. Ну да, я, может, собственно, примерно одно возрасте. Я тоже помню про «Жигулика» мечту и про диссертацию в перспективе. Ну, тоже мечта. Конечно, от Союза. Да, как бы, в принципе, у меня родителей была, в общем, и машина и прочее. Ну, как-то, что, типа, вот в Питере, ну, как-то такая вот, да, логичная жизнь по итогам пяти лет учебы там и какое-то начало работы. Ну, плюс в Питере хотелось остаться. Так это, в общем, была у нас у всех серебряная мечта, что остаться в Питере и продолжить там как-то. Ну, или госпиталь Бурденко тоже, но это было так, типа, «Звездный городок» был, это вообще был космос. В буквальном смысле этого слова «Бурденко» это было, типа, так, очень-очень высоко, а вот остаться в Академии было… Вы учились в военно-медицинской академии. То есть в перспективе вы должны были бы поехать в какой-то гарнизон. Ну, да, боевой хирург. Помогающая профессия, от нее очень сложно избавиться, насколько я знаю и вижу по своим знакомым врачам. Уже однажды врач, врач всегда. Что вас столкнуло перестать этим заниматься? Ну, из всего надо вырастать, как бы, знаете, из любых, так сказать, этих ранних убеждений, взглядов и прочего. И врач это, в некотором смысле, синдром, наверное, так от него и не избавился. Что, как-то, служа другим, сгораю сам, да, типа, не навредить и прочее. Так и осталось, да, что общий гуманизм, так сказать, повышенный. И, тем не менее, ушли в бизнес. Ветер Ельцинский меня унес. Я в 92-м году уволился. Как Ельцин разрешил свободу торговли, так меня как-то и закрутило. Ничего не мог с этим сделать. Наверное, первые серьезные инвестиции были как раз в этот момент. Ну, это уже были. Тогда мы познакомились, во-первых, с иностранцами был знаком. И мне вот прислал один из них книги Айн Рэнд. Я начал переводить, издавать их. Вот в 92-м году начал переводить первую книгу «Можевые» про Санкт-Петербург, собственно. И в 93-м ее издал уже. Это такая была, в общем, уже активная деятельность, созданная мной самим. В общем, пять лет я в это проинвестировал, в жизни и денег. И она, в общем, стала популярной по итогу, много лет спустя. И познакомился тогда, я на почве вот этого издания, помню, обложки делал, познакомился со Стасом Дремовым и Андреем Мясненкиным. И вот мы тогда делали рекламное агентство, называлось «Образовательный театр». Снимали ролики, так это было достаточно занятно. Интересно, то есть медицина, книги, даже агентство вы называете «Образовательный театр». Это все, в общем, про образование, про науку, про культуру. А это осталось дальше? Есть какая-то часть того, что вы делаете сейчас из этой области? Уже больше десяти лет я книжку пытаюсь, так сказать, доделать про, так сказать, наверное, если продолжать эту тему, науку управления, такое громкое слово, но с красивым названием «Жаме-Вю», «Синдром обратный дежавю». В общем, она уже, как бы, вся концепция готова, теория в основных, так сказать, моментах проработана. Хочется еще как-то симпатично упаковать это все. Поэтому, надеюсь, выйдет и перевернет мир. — Я все-таки буду назойливым. Я очень хочу получить ответ на свой вопрос о стратегических мотивациях. 92-й год, 93-й, вы ушли из медицины, вы уже пришли в бизнес. Как вы видели будущее? Чего вы хотели в этот момент? Что за концепция была за этим бизнесом? — Вот все так хотелось бы, чтобы я что-то видел или думал. Там, скорее, у меня был отличный начальник факультета, генерал-майор Жирновков. Он, к сожалению, уволился тогда. Я понял, что жизни мне не будет без него. И, так сказать, понял, что тоже надо увольняться. И я, в принципе, перевелся даже в первый медицинский в Питере в гражданский. То есть я как-то так еще хотел что-то доучиться. Вот в силу этого просто предложения друзей, что друзья стали делать это рекламное агентство. У меня были какие-то деньги. Я, в общем, лег на подъем было и надеюсь, что остаюсь. Говорю, о, интересно, давайте. Так это, в общем, была новая стезя. И я, наверное, не сильно переживал по поводу того, что справимся, не справимся. А после агентства уже был ритейл, да? Или там были какие-то еще бизнесы? Практически, да. Сразу после агентства меня позвали друзья в джинсы привозить. Это уже был 93-й год, начало 94-го. И возить джинсы из Турции. И тогда была маленькая фабрика Коллинз, которая только строилась. И, в общем, мы как-то на ней сфокусировались. И до сих пор Коллинз, в общем, наверное, номер два, номер три в России. Интересно, а если посмотреть на путь от перевозки джинсов из Турции до Ленты, что менялось для вас? Как вы двигались? Ну, понятно, что Лента — это значительно более серьезный бизнес. И успешный очень бизнес. Ой, до Ленты еще был Петерсоюз. После Петерсоюза еще был... Ну, достаточно так... Ну, это часть Петерсоюза, была любимый край, который до сих пор, в принципе, лидер по овсяному печенью в России. И там большой путь был пройден. То есть, это практически Лента. Это был 2001-2002. Почти 10 лет. Там много всего было. Там были драматические события. Ну, это вне, вот, скажем, внутри вас, в вашей логике, в том, как вы построили свои цели, как вы организовывали свой бизнес, на что вы обращали внимание. Что менялось за эти 10 лет? Ну, разобрался в бухучете, в частности. То есть, я так много это изучал, и у меня там уработки на эту тему любопытные есть. Ну, и прошли все пути от того, что сами подписывали платежки. И помню, мы обсуждали это даже со старшим товарищем, что надо брать финансового директора. И это была ужасная мысль, что кто-то другой будет подписывать платежки и распоряжаться банковским счетом. Но вот это все переросли, и потом стали изучать там маркетинг, что такое это, и как, и должно ли быть ценообразование в маркетинге или отдельно где-то. И, в общем, так при, как бы, компании скорее нас опережали, конечно. То есть, это вот одна из, одна из важных, наверное, один из важных выводов, что, конечно, хороший продукт тянет так, что все остальное, как бы, и не поспевает, и сложится, да. То есть, когда, конечно, продукт слабоватый, тогда приходится сильно напрягаться. А продукт хороший не приходится. А были истории со слабоватым продуктом? Да, постоянно. То есть, это как это самое, знаете, у классика есть, что любая жизнь изнутри сплошная цепь поражений и неудачка. Ну, какой-нибудь пример, может быть, наиболее интересный? Да, в общем, ну, тоже вот овсяное печенье, вот мы 20 лет уже его делаем. И он продукт нормальный, но вот, как бы, нет такого, что, там, прям, я видел продукт. Хороший продукт, это когда у тебя предоплата, там, за несколько месяцев вперед, и маржа, там, в два. Это хороший продукт, знаете. А когда у тебя отсрочка платежа, и там, маржа, типа, процентов, если брать почистый, пять процентов получается, ну, нормальный продукт. Ну, как бы, не... Вот Facebook – это великий продукт. А среди ваших продуктов, вот, того времени, какой-то хороший продукт, вот, то, что было, там, вашим Facebook, что это? Ну, такой первый масштаб я увидел, конечно, наверное, вот пельмени, майонез. Там я увидел масштаб национальный, такой уже, прям, то есть, это, вот, это фуры, грубо говоря. В чем разница между овсяным печеньем и майонезом? Так, со стороны, непонятно. Еда и еда. Никакой разницы нет. Почему овсяное печенье оказалось продуктом с низкой маржой и с постоплаты, а пельмени оказались фейсбуком? Это вот все чуть-чуть, прям, вот, чуть-чуть влево-вправо, там, брендик в майонезе появился тогда только-только. Я застал, когда вот в России еще практически мы начинали делать кетчуп и майонез просто под названием «Кетчуп и майонез». А потом, практически, там, наверное, за год случилось, уже стало все брендироваться и сделали кетчуп. Источник в честь книги Айн Рент, в частности, майонез сделали «Моя семья». И вот бренд «Моя семья» раскрученный Комиссаровым, что майонез уже был желтый, а не серый, что срок годности у него был, там, не две недели, а три месяца. Все сыграло роль, что, в общем, это прямо так, сейчас говорят, полетело. А вам кажется, что важнее было, что Комиссаров рекламировал или что срок годности было больше? Да объяснить легко все, предсказать сложно. Поэтому я так не сторонник пытаться, прям, разбираться, что там было раньше. Интересно, что будет дальше, так сказать, баллистика больших систем. То есть маркетинг, фактически, это наука о том, как объяснить, что уже произошло? Ну, там много людей этим занимаются, да, и разбирают, а закон неполной индукции все-таки гласит, что никакие достижения в прошлом не гарантируют достижения в будущем. Это сто процентов. Поэтому это такие всякие за и против, и куда все движется, и как бы никто не хочет покупать то, что завтра подешевеет, ну, или приобретать, неважно, там, да, это вкладывать силы, время. Это вот такие большие философские вопросы. А как вы для себя определяли это? Ведь как инвестор вы вкладывали в новый бизнес, вы должны были видеть какие-то перспективы. Я лег на подъем. И такой очень оптимистый, и вижу перспективы. То есть вот там вопрос как раз в деталях, да, если возьмете там рынок того же овсяного печенья, то есть у нас, по-моему, процентов около 15, это если даже в таком узком смысле считать, да, то есть рынок как минимум там практически в 7 раз больше. То есть перспективы, да, что можно делать в разы больше, но вот там много всяких деталей и нюансов, и в общем, ну, как показывает пример того же там Феррера, они сделали вполне у Рафаэлла, да, и как бы такой очень приличный глобальный продукт. Что-то мне было до этого конфеток разных, шоколад вдохновения, допустим, был. Ну, вот он не стал, так сказать, глобальным продуктом, а Рафаэлл стал. Вроде все как бы мелочи. И опять задавайте вопрос, в чем разница, бессмысленно. Слушай, продукт есть продукт. То есть надо искать маржу, это все время такой вопрос, он дрейфует. То есть то, что летит вчера, завтра уже надо, конечно, докручивать, доделывать. И здесь вот, наверное, такой тоже большой вопрос, что некоторые не сразу продукты летят. И вот эта докрутка в итоге находится, какое-то сочетание, так сказать, факторов. Синие джинсы мы завозили, я помню, тоже это был, соответственно, где-то 96-97 год. Не продавались синие джинсы в этой стране. Да, то есть были только черные и серые. Интересно. Да, и при том, что в мире было точно, абсолютно, что синие джинсы, это там 80% рынка. В России не продавались, и продаваться они стали где-то только с 2000-х. А если посмотреть назад, вот на все эти годы, это там уже почти 30 лет, да, или 30 лет, можно сказать? 30, да. Можно посчитать примерно процент успешных проектов, из тех, в которые вы входили? Ну, их там, наверное, десятка-три было с чем-то. А самая лучшая инвестиция? Она, наверное, смешная. Это торговые марки тогда было модно регистрировать, их недорого стоило регистрировать, порядка 10, что ли, долларов. А Воська я тогда зарегистрировал марку и продал ее через год буквально за 10 тысяч, поэтому это, наверное, такая самая была. Здесь была сеть в Москве, АВоська, продовольственных магазинов. Вот они, в общем, с удовольствием приобрели. А после ленты уже в 21 веке вы же попробовали уйти в онлайн, да, как я понимаю, сделать бизнес в онлайне? Ну, не то, что попробовать, а мы, так сказать, туда достаточно активно стали инвестировать. На самом деле мы начали инвестировать практически с 11-го года, то есть еще до выхода из ленты уже Юлмарт нас, так сказать, притянул своими перспективами, которые я, кстати, сразу не рассмотрел. И стали активно двигаться. Я не очень люблю термин онлайн, он, на мой взгляд, дезориентирует. Я предпочитаю дистанционный торговый, причем нового поколения. И не устаю объяснять, что водопровод – это тоже дистанционная торговля, но без применения, так сказать, интернет-технологий. Использование интернет-технологий – некий такой вторичный момент. И, в общем, мы, сколько, уже 8 лет активно изучил я там все эти форматы, и одно, и второе, и третье. Пока тут не получилось еще 10-миллиардной компании, но, мне кажется, есть все признаки. Вот ритейл офлайн, ритейл дистанционный, будем пользоваться терминологией. А что дальше? Нет пока ощущения, что будет что-то следующее. Это какая-то индустрия? Для вас, как инвестора. Вот мне книжку надо мою издать. Мне кажется, там можно такое прилично сделать, какой-то, я не знаю, консалтинг, что-то такое на базе на базе не классических идей. Консалтинговый бизнес. Даже, в общем, если одна есть какая-то яркая идея, вполне можно двигать консалтинг. Кстати, вот о людях. Вы же начали наш разговор с того, что предлагают проекты, вы с кем-то идете в эти проекты. Вы все время работаете в некой команде с людьми. Как вы выбираете этих людей? Есть ли какие-то критерии? Есть ли какие-то там на угол, что вот с этим человеком вы работать никогда не будете почему-то? Или наоборот, вот с этим мы хотели бы работать? Какие качества людей вам интересны в этом смысле? О, здесь я вообще стал очень гибкий. Я здесь, вы знаете, если раньше там какая-то была, все-то на заре там, да, когда там по 20 лет и прочее, такая вроде иллюзия того, что ты с партнерами, ну, должен вот там прям и на отдыхе ездить, и политические взгляды одни и те же, да, и там все праздники проводить, и так далее. То есть сейчас это именно такое, что там они могут быть в принципе там и любой веры, и любых интересов, и любых, там, не знаю, так сказать, сексуальных предпочтений вообще никакой роли не играют. А что важно? Вот идея, идея, идея. То есть просто вот, что человек предлагает? Ну да, иногда слышу, что вот там есть там условно там олигархи, вот они могут себе позволить работать с приятными людьми. Для меня как раз вывод такой, что найти вот такой сверхуспешный проект, я называю золотым лебедем, да, и то есть найти золотого лебедя настолько сложно, что если еще сказать, что нет, он еще должен принести приятный человек, ну вообще можно тогда даже не пытаться, да, то есть откуда прилетит, так сказать, жар-птица, непонятно, кто ее, так сказать, пригонит или расскажет, что вроде видел, непонятно, и здесь надо вот все время, так сказать, очень внимательно смотреть, что, почему и как, и так не сильно комплексовать. Вот уже сейчас, да, там 30 лет в бизнесе, у вас есть не только репутация, но и результаты бизнеса, есть капитал, есть имя. Зачем вы сейчас продолжаете сделать бизнес? Это не вопрос недоумения, да, это скорее вопрос альтернативы. Вы делаете, потому что интересно, вы делаете, потому что вы хотите больше заработать, вы делаете, потому что вы хотите что-то изменить, может быть, что-то еще. Как это, Толстой сказал же, да, что если можешь не писать, не пиши, да, поэтому если можешь не строить, то не строй. Я вот пока не могу не строить чего-то. в чем причина тут какой-то скорее мне кажется общий там темпераменты и прошлый прошлый опыт что если прошлый опыт греет то в общем а чего менять тогда если вам предложили бы не интересный бизнес но прибыль а другой человек предложил бы вам что-то для вас интересное но непонятно будет ли это прибыль или может быть это вообще окажется нонфопрофит да там не для прибыли что для вас было приоритетом 1 или 2 про неинтересный бизнес это ксюмарон то есть это как бы странноватая конструкция то есть любой бизнес интересен ну вы знаете это как художнику сказать того типоте предложили красивый пейзаж или некрасивый пейзаж snap и как бы они красивые некрасивые то есть не бывает неинтересного бизнеса если это бизнес ну да бывает мало водки а если если по прибыльности очень прибыльные и не очень прибыльные это принципиально ну кстати когда очень прибыльные эти особо ты не позовут там как бы так народ сидит и да у нас все нормально типа это самое я при том что когда спрашиваю что у вас 165 метровая яхта стоит давайте бы нет не стоит типа boeing business jet стоит во внуково нет места этого нас очень все плохо сообщи все нехорошо поэтому когда типа примут очень прибыльно не очень позовут а когда когда как раз не очень понятно вполне могут так сказать ну или позовут какой-то уже цена будет достаточно высокая а если смотреть вперед вы вы думаете что вы будете всю жизнь заниматься этим же бизнесом да вот таким бизнесом инвестора и может быть управляющего партнера вы не думаете про пенсию как этот самый инспирос спиро да спирос пара да хорошо знаете лингва латином так сказать да это ну да в общем пока живу надеюсь и пока дышу надеюсь к дышу а есть ли какие-то инвестиции которые вы делали ну там скажем ликвидных рынках или недвижимость искусство что-то где вы вообще как бы не не играете на просто отложили денег дали кому-то по управлять нападение у доу джонса я помню мы так активно выступали 97 год так посмотреть я познакомился в америку когда поехал девяносто третьем году с виктором дирхофе это был один из партнеров сороса то есть соросом было это же с ним был знаком с с джимом роджерсом сначала девяностых не наверное в этом смысле повезло то есть я увидел таких крепких парней и там вот кстати такой был очень хороший ответ когда спросили одного из таких крепких парней что посоветуете начинающим инвесторам на бирже вы помните что я их конкурент что типа такие тиранозавры как бы здесь выходит самые семеро козлят как бы и я прочитал их книжки у джима роджерса есть по называется мотоциклист инвестор и он объехал там на мотоцикле вокруг земного шара он дирхоф есть две книжки даже это по образованию спекулянта вообще великолепная большая книга то есть если кто-то хочет попробовать себя на ликвидных рынках то сначала надо прочитать ее и успокоиться после этого можно ли вообще ваш бизнес передать по наследству если как-то можно то думали об этом то передать то можно вопрос это какой эффект окажет так сказать на подрастающее поколение я здесь сказать сторонник макаренковские идеи призываю всех так сказать зрителей данного диалога прочитать книгу для родителей может быть кто-то второй раз прочитает макаренко это такая я считаю великая книга ну и наверное тоже знаете когда обсуждаем воспитание детей что любопытно да что по какому-то рейтингу макаренко один из четырех величайших педагогов никто его не читал россии вот поэтому призываю это читать и в общем-то у макаренко вывод какой чем раньше вовлекать детей в управление хозяйством тем лучше то есть вот это передавание уже в самом термине ошибка то есть так скажем это не передавание наследства вовлечение в управление как можно раньше можно передать свой взгляд то что вы делаете даже фактически ваш взгляд на на бизнес активов тут каких-то конкретных нет вы можете сегодня у них войти завтра продать если надо передавать свою концепцию свою стратегию здесь знаете здесь каждый человек выберет потом свой путь кто-то может станет врачом а кто-то юристом и так далее да но управлять хозяйством все равно надо главное чтобы было без стяжательства вот это наверное важно правление хозяйством без стяжательства что к стяжательства в данном случае все-таки большая прибыль не главное или нет уровень прибыли не играет роли это вопрос именно знаете есть притча такая суфийская что один странствующий суфий приходит другому суфию который был шах и жил во дворце и вот они пообеседовали на важные темы и решили пойти в хадж и встали и пошли и значит странствующие суфий говорит извини я забыл деревянную миску тебя во дворце сейчас вернусь буквально две минуты он говорит 2 его я ни секунды не сомневаясь оставил весь дворец позади ради этого похода а ты беспокоишься какой-то деревянной миски поэтому то это на мой взгляд пример без стяжательства то есть понимать где как главное где не не очень ну наверное какой важный еще момент чтобы по производили больше чем употребляли неважно сколько потребляет сколько производишь такой базовый момент ну и плюс я сторонника что когда бы главное такой вот эти как некой клановости наверное мне кажется клану намного легче жить то есть если есть вот эта дружность и совместное владение то постарше народ должен управлять самыми такими сложными инструментами а помоложе как раз самым простым то есть грубо говоря депозитами должны заниматься 14-летние дети а вот уже какими-то развивающимися рынками допустим инвестициями в демократическую республику конго там до добычу кобальта там это вот уже для старших чтобы как это там найти правильно партнеров структурировать это все и так далее не знаю насколько это так сказать звучит звучит отлично может быть последний вопрос который я хотел задать про географию если я правильно понимаю ваши бизнесы все на территории россии был когда-то соблазн выйти за границу как вы себя на это ответили почему я уже когда я в 2006-м отчалил в швейцарию и там несколько лет провел практически там активно искал бизнеса и проинвестировал то есть я один это производство молнии в швейцарии называется рире чуть-чуть не проинвестировался другой был в панаме это такие казино массового типа в виде похоже очень так сказать на коробка там было по 8000 квадратных метров коробочного плана такие казино и не договорились мы ни там ни там а в итоге его я проинвестировал в частности в аукционный дом этот philips 2007 году и готовился уже помню переезжать нью-йорк на манхэттен там со всеми так сказать атрибутами но потом там что-то пошло не так в итоге вы купили от владелец цума его некоторое время позже и в общем уже вот сколько 10 лет они владеют довольно поэтому что-то предлагали что-то иногда предлагают и я большой разницы сейчас не вижу то есть в россии уровень управления стал точно такой же как и если в японии управлять или в бразилии или во франции вот нужно знать все ровно то же самое то есть я эти технологии юридические всякие моменты да и там какие-то финансовые решения там точно маркетинг того же самого уровня и так далее и россия это в общем все равно там в топ-10 рынках по объемам и там ехать в китае или или в северную америку я лично вижу что здесь есть возможность что-то понять с точки зрения формальной классификации дмитрий костыгин конечно не простой частный инвестор скорее это серийный предприниматель человек который делает бизнес и придумывает их создает даже есть то он говорит что как правило он просто дает деньги тем кто принес ему идея разговаривать с ним интересно скорее о том как он принимает эти решения и судя по всему для него интуиция и опыт играют значительно большую роль чем финансовые модели или математические расчеты и это тоже некоторый факт из области бизнеса здесь интуиция действительно чаще играет решающую роль и математический расчет может быть неверным обмануть вас может стратегические планы оказаться верным ваше впечатление о партнере или о рынке или бизнесе